Приветствую вас. Ага, я смотрю, мои коллеги вам уже ответили про ситуацию. А вот, и вы знаете, я, Екатерина, думаю, что в вашем вопросе есть несколько взаимоисключающих элементов. Во-первых, если вы начинаете перегорать, то это означает, по сути, что вы, ну, крайне деструктивно подошли к вопросу расходования своих ресурсов. Крайне деструктивно подошли к вопросу здравия своих ресурсов. И если вы начинаете перегорать, то это как раз таки означает, что мотивации у вас нет. Вот. То есть изначально в предложении есть логическая ошибка. Как поддерживать высокую мотивацию в работе, ощущение, что начинает перегорать. Если вы начинаете перегорать, значит мотивации нет. То, что вы предлагаете сделать. Ну, а вот исходя из того, что вы написали, это искусственно. Искусственно повысить вашу мотивацию. Это, ну, это так не работает. Это не работает так. Ну, искусственно мотивация не повышается. Вот. Мотивация идёт от души. Мотивация идёт как бы из души и от сердца. И мне думается, что если у вас, например, этого нет, если у вас нет, вот, мотивации, ну, делать что-то. Если вы чувствуете, что, ну, что-то перегорели. Вот. Что это вопрос, скорее, к тому, насколько вам, вот, ну, насколько вам важно, то, что вы, собственно, делаете. Понимаете? Насколько вам важно то, вот, ну, то, чем вы занимаетесь. Вот в чём вопрос. То есть это априори означает, априори, априори это означает, что мотивации у вас нет. И если вы хотите, допустим, её повысить для себя, если вам хочется её повысить, то нужно смотреть, почему её нет. Почему началось обесценивание того, что вы делаете. Вот. А именно это вот, собственно, и произошло. Именно это произошло. Произошло то, что вы начали обесценивать свою работу, ну, то, что вы делаете. Вот. Знаете, какая штука, какая штука. Вот этот момент, его и нужно быть следом. Вот. Ну, кроме того, кроме того, если мы говорим о высоком уровне мотивации, да, если мы говорим о высоком уровне мотивации, то высокая мотивация это, ну, такое, если можно так выразиться. Это очень оценочное осуждение. То есть, что понимать под высокой мотивацией. Что понимать под высокой мотивацией. Что, например, эм, допустим, что считать высокой мотивацией. То есть, это очень оценочное осуждение, которое, ну, для вас, кроме, вот, кроме, не кроме, эм, кроме какого-то негатива, эм, ничего не несет. То есть, то есть, для вас поддержание мотивации, это выглядит как, вот, знаете, не много, не много, не мало, эм, немного, не мало, да, как, какой, вот, эм, какой-то труд. Труд, прямо. То есть, для вас это, вот, в буквальном смысле, в буквальном смысле труд. И труд, прямо, вот, можно сказать, эм, ну, очень такой, эм, тяжелый. Хотя, на самом деле, на самом деле, эм, если вам изначально нравится работа, если вам изначально нравится то, что вы делаете, эм, то, абсолютно ничего, эм, сложного в том, чтобы, эм, поддерживать эм, мотивацию. Вот именно сложного, абсолютно, эм, ничего не. Ну, а так, а так, конечно, если, эм, ну, если вам не нравится, эм, там, то, что вы делаете, если вас не устраивает, эм, то, что вы делаете. Если, к примеру, эм, то, да, эм, конечно, вам будет, эм, ну, вам будет тяжело, да, это, это факт. Очевиднейший факт. Так вот, в том и дело, чтобы, эм, понять, эм, что вас мотивирует, вообще. А, ну, а что нет? Вот. Например. 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 Если человек может поработать, ну, человек может поработать ради денег. Допустим. А в этом абсолютно ничего нет. Плохого это, ну, но для этого деньги, деньги вам, ну, должны быть важны. Для этого, деньги должны быть вам интересны. Для этого вы, поэтому вам нужно признаться себе, что вот, да, вот, есть деньги, и я работаю ради денег. Вот. Либо это ещё какая-то, эм, ценность, того, что вы делаете. Но только так. Это, это только так работает. Это не работает, эм, ну, не работает, это как, как-то по-другому. К сожалению. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А, мне кажется, что вы пытаетесь себя заставлять работать, а, из этого вам тяжело. А, правда заключается в том, что любому, любому человеку, любому человеку, а, если бы он себя заставлял, было бы тяжело. Вот. Ну, просто потому, что любое доставление себя, да, это пересиливано. Ничего хорошего этому не даёт. Никогда. Вот. Я надеюсь, что вы для себя, ээээ, ну, сделаете выводы, эээээ, вот, определённые. Какие там, вот, и, соответственно, ну, после этого вам уже будет легче и понятнее, что дальше вам делать. Вот, возможно, вы захотите пообщаться с психологом для того, чтобы разобраться в том, что вам нужно на самом деле. Но ответить вам можно так. Я вам желаю удачи, я вам желаю всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok